всем привет друзья с вами роман чернецов и я сегодня с вами попал на тропу севастопольскую тропу и буквально покажу вам кусочек этой тропы сегодня если вам интересно обязательно приезжайте в это красивое место и пройдись по ней расстояние приличное но я рекомендую покажу вам только чуть совсем этого уникальнейшего места погнали посмотрим наш тут активного туризма что можно здесь посмотреть водопад вид на чернореченское водохранилище вид сгор ну просто верни вероятные красивые виды находятся в этой локации сегодня покажу малюсенький кусочек этой красоты вот в этой точке буквально вот здесь если брать от начала до конца вот смотрите от любимых тебя не пошли 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 до балаклавы протяженность 119 километров продолжительность 8 дней так что берите рюкзаки побольше друзья и вперед основная нить маршрута имеет протяженность 117 километров и состоит из 8 участков каждый из которых может стать самостоятельным маршрутом выходного дня тропа проходит через все природные и климатические зоны города севастополя от степного севера через горно-лесную полосу южному морскому побережью с удивительным сочетанием отвесных скальных массивов великолепных пляжей и ласковым морем в районе главной гряды можно проследить смену климатических и растительных поясов максимальная высота подъема маршрута большой севастопольской тропы над уровнем моря составляет 1012 метров гора тэс-баир высшая точка города севастополя на всей протяженности тропы можно встретить более 200 различных достопримечательностей и редких растений информация о большинстве из них содержится на стендах расположенных по пути движения рекомендованное время прохождения всего маршрута составляет 8 дней возможные виды активности по всему маршруту пешеходные походы trail running sky running хайкинг фото туризм плавательный туризм езда на велосипеде via ferrata скалолазание прогулки по воде купания в водоемах ущелье узунджа тут у нас внизу река узунджа которая впадает в чернореченское водохранилище 6 апреля ребята погода великолепна в крыму зажатка все цветет посмотрите какая красота если что это не ясенец а вот ясенец его стоит опасаться но все равно если вы в лесу цветы лучше не нюхать мало ли что там в этом цветке очень крутая по лестнице вниз ну так же наверх сначала подняться а потом спуститься когда поднимаешься думаешь тяжело а спускаться тоже не очень потому что шаг ноги не один за одним один через один ну как то так то есть вот так вот не очень удобно или вот так конскими или бегом это опасно вот сюда ребят скельская пещера уходит вот там вот такой шатер стоит и сама пещера начинается продолжительность этой пещеры полтора километра большая севастопольская тропа байдарские ворота узунджа урочище кардакский лес скельская пещера к 150 метров все чистенько всего аккуратненько посмотрите какая красота здесь везде лавочки никто не мусорит вот вам график 10 до 5 пещеры пещеры правила посещения здравствуйте сколько стоит посещение 500 рублей взрослые 400 детских 40 45 минут на пути да 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 270 метров оборудованная часть пешёта а там холодно внизу плюс 13 градусов плюс 13 понятно сегодня это удивительное царство сталактитов и сталагмитов оборудовано дорожками лестницами с поручними смотровыми площадками и свидетелями приборами благодаря удачной подсветки внутри каменного природного замка создаются потрясающие оптические иллюзии хотя трудно понять где заканчивается мираж и начинается реальность здесь сказка переплелась с явью ощущение которое испытываешь прогуливаясь по дорожкам мостиком и площадкам пещеры можно сравнить с эффектом от просмотра голливудского фильма в стиле фэнтези только там все искусственное киношное а здесь самое настоящее главное достопримечательностью скельской пещеры можно считать удивительные кальцитовые натечные образования они напоминают запечатленных в камне животных обезьяну суслика дельфина игуан людей рыцаря и монаха сказочных персонажей дракона птицу феникс и даже некоторые визиточные достопримечательности крыма ласточкино гнездо и фороскую церковь подземное карстовое пространство скельской пещеры создавались долгое время в полной темноте под действием воды в древнем тектоническом разломе о скельской пещере широкой публике стало известно только в 1904 году тогда же она получила свое нынешнее название от названия близ расположенного села скель современное название родникова которое продал ей местный школьный учитель как вам понравилось красиво и лишь спустя еще сто лет благодаря обширной научно-исследовательской работе совместно с работой спелеологов была подготовлена подземная экскурсионная трасса пещера скельская впервые была оборудована в 2003 году ялтинскими спелеологами под руководством горно-спасателя спелеолога сергея ковальчук а так вот 14 метров вверх нужно подниматься пещера была модернизирована впервые в крыму в ней были установлены светодиодные прожекторы которые не нагревали воздух пещере что благотворно сказалось на экологии и вот такая красотища здесь сегодня ребята огромное количество мест для отдыха для вашего релакса кто-то устал спрессил отдохнул вообще такая тропа здоровья здесь это здесь тоже в общем-то начинается севастопольская тропа 12 километров расстояние принципе не маленькая кто готов берите рюкзак и вперед красиво очень русло реки высохшим на данный момент тут приток реки какой-то был видите а то что вот я сейчас прошел сам это была римская дорога чтобы было понимание у вас а далее по этому маршруту с которого я спустился вы увидите следующими очень-очень красивый маршрут все цветет общий план римская тропа ну что вы туристы как он тропа привал привалились устали маша как тебе дорожка тебе понравилось не зря пошла на цветочек сорвала и теперь до сих пор за твоих слов переживает ждет волдырей не рви цветочков не надо опасно это опасно особенно нюхать опасно а так это папа сорвала их ты папа а а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На сегодняшний момент уже... Смотрите, сколько туристов приезжает. Сегодня выходной день, суббота, поэтому много машин. Тут, кстати, можно также заказать конную прогулку. В Узунджи прям... Смотрите, если кому нужно, телефончик... 978-527-6309. Кто-то из конкурентов обрывал им, видимо. Ну и вот здесь у нас находится сама Узунджа. Река Узунджа. Тут тоже этих цветов... Вася, ты не знаешь, как называются цветы эти? Нет. Я не знаю. Напишите, напишите нам. Есть приложение? Да, которое на цветы так наводишься, и оно чик-чик говорит тебе, что это за цветок. Да? Да. Надо попробовать найти это приложение. А тут прям, тут прям вытоптано все, смотри. Пацаны, что там, видно ту сторону? Не, а? Не видно? Там есть. Там люди есть? Да. С той стороны? Да. Какая-то ползет. О, красота какая! Форель не видать. Должна быть. Должна быть. Просто вода чистейшая. Глянь, какая чистая. Горная, настоящая горная река. Вась, попробуешь, попьешь? Нет, я много. Ты ноги будешь мочить? Красавчик, давай. Я пока что руку помытью. О, но она холодная. Градусов, наверное, 9. Да? Да. Градусов 9? Да. И как? Сходит немножко. Слушай, я тоже хочу. Вообще-то я, конечно. Это же полезно очень. Ого! Вот это кайф, реально. У нас бодрится. Просто просыпаешься. Это вот за это реально. Блин, я бы искупался. Как еще искупаться? Прямо же искупаемся? Нет, мы искупаемся. Вот тут большая такая лужа. Блин, как круто, а? Прямо, прям вот просится, знаешь, окунуться. И не могу сказать, что прям холодно. Прямо зачетненько. Я самому искушу? Давай. Погорная река, ребята. Ну что, друзья, вот такой сегодня интересный видеоролик. Коротенький для вас. Решил показать вам Весенний Крым. Речка Узунджа. Очаровательно. Невероятно. Просто класс. Очень хочется попить воды из нее, если честно. Но я не рискну, не знаю. Кто пил, пишите тоже в комментариях. Кто пил воду из реки Узунджа. Вообще она впадает, питает Чернореченское водохранилище. И считается очень чистой. Поэтому вот так. Ну, ты знаешь, вот сейчас как будто прилив энергии огромный. После вот этой процедуры окунания ног. Да, но долго нельзя. Потому что можно простыть. Буквально несколько минут. И все. Фу, класс. Фу. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать на наш канал! 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 Причина чисто техническая! Добро пожаловать на наш канал! 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 час. Здесь расстояние небольшое, всего лишь 6 километров. В пути у нас, кстати, встречается два родника. Один родник в данный момент пустой, а на втором можно набрать водички и попить чистейшей горной водой. Дорогу здесь недавно сделали, поэтому дорожное полотно выглядит отлично, даже, наверное, идеально. Для людей, которые страдают серпантинной болезнью, будет немножко некомфортно. Есть также на этой территории смотровые площадки, точнее, площадки, может быть, больше для отдыха. Такого вот, примерно, типа, как вот сейчас я вам показываю. Дорога очень живописная. Особенно она становится живописной, когда полностью распускаются все деревья, все эти листочки зеленые, насыщенные. Но, с другой стороны, не просматриваются вдаль, а потому как дерево закрывает вот эти все просмотры в сторону бор, в сторону моря, в сторону, да, самой долины. Вдоль всей обочины у нас протекает вода. Прямо ручей сейчас спускается, потому как недавно только вот еще был снег, горы напитанные влагой, водой, и потихонечку горы отдают вод вот таким вот образом вдоль всей дороги. Вот видите, сейчас ручеек прям течет справа. И этот ручеек будет утекать вот с самого Орлиного, туда вниз, а дальше будут образовываться небольшие заводи, такие затоки водные. На самом деле, дорога очень живописная, и она короче, чем обычный основной ход трассы, который ведет со стороны Севастополя в сторону Ялты. То есть, можно, так сказать, срезать приличный кусочек дороги, и посмотреть не снизу, а больше свысока. Собственно говоря, вот мы и проехали, уже весь этот отрезок, и мы выезжаем сейчас с вами в село Орлиное. Вот и Орлиное. Очень насыщенно сегодня на самом деле народу много. Давайте, может, посмотрим еще дополнительно с вами само село Орлиное. Ну, как посмотрим, проедемся по его улицам, центральной этой улице. Вокруг у нас очень много находятся различных отелей, домов отдыха, хостелов каких-то там всевозможных. Вот здесь, в данном месте, видите, даже есть детские площадки с прокатом всякой техники. Все столики заняты. Много очень мотоциклистов появилось уже. Сегодня праздник Благовещения, и в Благовещение, вероятно, народ поехал сюда, на Байдарские ворота, для того, чтобы сходить в этот красивый храм, этот собор, Фороская, вот такая, Фороский храм, который находится чуть выше самого Фороса. Ну, в связи с этим событием, конечно, в этот день, 7 апреля, люди решили приехать в такое красивое, такое намоленное место. Собственно говоря, здесь очень красиво, здесь какая-то особая атмосфера, которая, ну, которая прям притягивает, наверное, можно вот таким словом все это выразить. Орлина газифицирована, как видите, везде стоят такие трубы прям массивные, не как везде, кстати. очень культурно, очень чистенькое, аккуратненькое такое село, везде новые бордюры, везде идеальный асфальт, как я уже говорил, выше по всей трассе. по всей трассе. Здесь у нас сейчас будет с левой стороны, точнее, с правой стороны будет администрация, здание администрации, слева магазин тут, супермаркет, детские площадки, все это здесь присутствует, все это здесь в наличии. Также тут пошел торговый ряд, сплошные гастрономы, аптеки, какие-то лавки с продажами, всякой всячиной. Вот еще один собор. Вот еще большой магазин продуктов а-ля супермаркет. Вот магазинчики, магазинчики, аптеки. В данном месте дворец культуры. Тут проводятся различные мероприятия, детские и так далее. В данном месте поворот на Скельскую пещеру. Дальше уже выезд из поселка. Собственно говоря, вот на этом моменте я закончу вам показ самого села Орлинова, ну и сегодняшнего такого небольшого ролика. Если вдруг вы оказались проездом в поселке Орлина и вам понадобился отдых, либо вам нужно снять гостиницу, отель, лично я решил остановиться в отеле Белый остров, в котором, в принципе, есть все удобства для отдыха, а также хорошая красивая территория. Сейчас немножко вам покажу и расскажу про это место. Здесь стоят срубы, очень удобные. Тишина и покой. Везде растут сосны. Для тех, кому это необходимо. Если вы хотите найти возможность с пользой отдохнуть рядом с Севастополем, то Белый остров окажется отличным решением. Он представляет целый комплекс, включающий в себя мини-гостиницу с комфортабельными номерами, просыпь маленьких уютных коттеджей, срубы из бревен на два этажа, банный комплекс, детские спортивные площадки и прочие прелести. Чудесно дополняющий отдых вдалеке от цивилизации. Здесь вам предоставят питание, бассейн, кафе, баня и сауна, мангальная площадка, йога, туры. В общем, отдых на любой вкус. С каждого номерочка есть мангальчик. Ну-ка, покажите, что здесь у вас в домике. Слушай, оно тут двухэтажное у тебя? С кухней. Двухэтажный. С телевизором, с кухней, с холодильником, с плитой. Все как надо. Зашел и живешь. Комната-спальня. Тут и шкафчики, комодики. Банная. Санузел. Туалик. Вода подогревается. Булером. Отопление здесь есть. Так, и наверх. Подвесница. Второй этаж. Всем привет. Целых три места. Шкафчик, комод, кондиционер. Тоже здесь есть туалет отдельный. Еще плюс. И еще две кроватки. Ну, вот такой вот номерок. и вот такой красивый вид. Расслабляемся, филосируем. Воздух шикарный. Да, рум-тур по номеру. Телевизор, утюг. Слушай, шкафчики такие интересные. Необычная мебель. Тут и есть белье всякое разное. Много места. Кухня здесь есть. О, слушай, а здесь такой хороший душ. Большой, уютный. Вот такой, друзья, уютный душ. С кавалетом. И кроватка. Двухместная. Дмитрий Курасов. Окошко на горы. В общем, мне нравится. Преддомовая территория. Таким красивым столиком. Ну, собственно говоря, вот эти номера здесь. У тебя есть какое-то впечатление про это заведение, в котором ты отдыхал? Есть. Ну, что скажешь? Роскошное. Очень красивое место. Нравилось? Да, среди гор я еще в Крыму не отдыхал. Ну, чтобы вот так вот они близко тебя окружали. Воздух. Воздух. Ну, вообще, конечно, роскошное. Я сегодня с утра встал, вот сюда же сел, прикрыл глаза и одни звуки. Звуков неимоверное количество. Ну, таких природных феечки. А клев было, когда мы только заезжали, помнишь? Да. Село Орлиное и очень символично мы заезжаем и вокруг гор молодой орел летает. Да. Впечатления прекрасные. Чем советую. Так что и на поезде совершенно нормально можно ехать. Можно ехать. Особенно с компанией так вообще, мне кажется, прекрасно. А сейчас еще запустили. я видел новые какие-то плацкарты очень удобные, закрывающиеся эти панельки, зеркала там, всякие полочки. В общем, очень комфортно. В компании тоже, ну, видимо, подешевле. Я сто лет не ездил за плацкартом, но сегодня услышал такое позитивное мнение об этом. Человек, который вообще не любит купе, потому что фиг знает, с кем ты сядешь в этом купе. Плацкарта как-то ближе к народу. Ну, в общем, до сюда добраться можно, с относительным комфортом, и не бойтесь поездов. Это тоже часть путешествия, все самолет к самолету. Как тебе питание в этом отеле? Ну, я тут только завтракал, завтраки, вкусные. Сейчас будем пробовать обед. Обед? Да, тут и по пути питания классные. Как вот это, как эти штуки назывались? Пормуда. Пормуда? Да. мы тут вспоминали эти бермуды? Пормуда. Это мини такие самцы, 4 штучки в одной порции. Очень классно. Таких москвенец, Да, там и янтыков нет. От вас мне уезжать неохота. Я вот, понимаете, приеду сюда, так вот и страдаю потом при каждом отъезде. Но ничего, я вернусь. Очень скоро. Закончу сегодня этот репортажик с этого красивого места в Крыму. Обязательно приезжайте, обязательно гуляйте, наслаждайтесь этой природой Крыма. Получайте порцию полезного, классного, здорового, я не знаю, ну, в общем, кайфа. Ну, и просто общайтесь с природой. Очень круто. Всем пока. А, забыл. Да, лайк обязательно, подписка и репост. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok